Что мы знаем о русском писателе Льве Толстом? Борода, косоворотка, война и мир, Анна Каренина. А еще это тот самый дядька, которого отлучили от русской православной церкви. И уж совсем эрудит и знает, что он был противником авторского права, отказался от Нобелевской премии и ненавидел деньги. Но на самом деле мы знаем об этом удивительном человеке до неприличия мало. Давайте исправлять это недоразумение и посмотрим на факты, которые могут шокировать неподготовленного человека. Если вы специально не копали эту тему, то, скорее всего, после просмотра ролика, ваше отношение к Толстому кардинально изменится. Стыдно за войну и мир, Анну Каренину. Через некоторое время после написания романов «Война и мир» и Анна Каренина, Толстой резко изменил свое видение мира, и, соответственно, многие выводы, озвученные в этих романах, не совпадали с мнением самого писателя. В январе 1871 года он отправил Фету письмо, в котором написал «Как я счастлив, что писать дребеденье многословной, вроде войны, я больше никогда не стану». Спустя почти 40 лет он не изменил своего мнения. 6 декабря 1908 года в дневнике писателя появилась запись «Люди любят меня за те пустяки, война и мир и тому подобные, которые им кажутся очень важными». И еще через год летом 1909 года, когда один из посетителей «Ясной поляны» выражал свой восторг и благодарность классику за создание «Войны и мира» и Анны Карениной, ответ Толстого был таков. «Это все равно, что к Эдисону кто-нибудь пришел и сказал бы «Я очень уважаю вас за то, что вы хорошо танцуете мазурку». «Я приписываю значение совсем другим своим книгам». Трижды экстремист Судебная система трижды признала некоторые произведения Толстого экстремистскими. В 1901 году Толстой Лев Николаевич уже был официально осужден за крамольные мысли в отношении РПЦ, отлучен от церкви и предан анафемии. В советский период власти не имели претензий к великому русскому писателю, но после распада Советского Союза, относительно недавно, 18 марта 2010 года в Кировском суде города Екатеринбурга, на одном из многочисленных судебных процессов эксперт по экстремизму Павел Суслонов засвидетельствовал. В листовках Льва Толстого предисловия к солдатской памятке и офицерской памятке, направленных к солдатам, фельдфебелям и офицерскому составу, содержатся прямые призывы к разжиганию межрелигиозной розни, направленные против православной церкви. Ну и последний, третий раз, случился в конце января 2010 года, когда стало известно, что решением суда в Ростовской области от 11 сентября 2009 года писатель Лев Толстой, мужчина, 1828 года рождения, русский, женатый, место прописки Ясная Поляна Тульской области, был признан экстремистом в ходе антиэкстремистского процесса в Таганроге. В интернете выложено заключение экспертизы, которое свидетельствовало об экстремистском характере мировоззрения Лева Толстого, возбуждавшего религиозную вражду и ненависть по признакам статьи 282 УК РФ, в частности, в следующем высказывании. Я убедился, что учение русской православной церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения. Суд постановил, что данное высказывание Льва Толстого формирует негативное отношение к русской православной церкви, и на этом основании статья, содержащая данное высказывание, была признана одним из экстремистских материалов. Так Толстой стал не просто экстремистом, а экстремистом-рецидивистом. Забвение Толстого Толстой не был толерантным, это факт, по этой причине его неоднократно банили по многим фронтам в имперской и современной России. Несколько лет назад на Западе обратили внимание на то, что русский писатель Лев Толстой стал сейчас в России не личностью по романам Джорджа Оруэлла. Может быть, за вот эту его цитату? «Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это, и потому всегда будет бороться против просвещения. Пора нам понять это». Или эту? Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности, если он видит, что все окружающие его живут так же. Некоторые страны, горячо любящие Толстого, критиковали Россию в том, что она проигнорировала столетнюю годовщину со дня его смерти. Для сравнения, даже такие страны, как Куба и Мексика, организовали фестивали, посвященные творчеству писателя, а в Германии и США публикуется произведение Толстого в новых переводах. Многим известно, что Толстой называл христианскую церковь еврейской сектой, но мало кто знает, что писатель плотно занимался изучением индийских вед и других восточных религиозных и философских текстов. В издаваемых им в 1870-е годы книгах для детей «Азбука. Книга для чтения» и затем, в выходивших в издательстве посредник книгах для народа, Толстой помещал индийские сказки, басни и рассказы на религиозно-этические темы. Толстой имел богатую библиотеку по Востоку. Наряду с работами западных философов, он глубоко интересовался учениями Лао-Дзы, Конфуция, Будды, Мухаммеда. Он высоко ставил достижения древней индийской философии и культуры, писал статьи и рассказывал сказки, связанные с религиозными идеями Востока. Толстой был близок с общественными деятелями Востока. Он вел переписку с многими индийскими деятелями, в том числе с Махатмы Ганди по поводу ненасильственных методов борьбы против оккупационного правительства. Известный лидер национально-освободительного движения Индии заинтересовался учением Льва Толстого еще в Южной Африке, куда приехал в 1893 году. Он писал «Я усиленно изучал произведения Толстого. Его книги произвели на меня сильное впечатление. Я все глубже понимал безграничные возможности любви». Позднее своим сторонникам он рекомендовал для прочтения работы Толстого. Церковь и учение Христа В своей статье «Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении», написанной в 1907 году, Толстой отмечал «Та церковная вера, которую веками исповедовали и теперь исповедуют миллионы людей под именем христианства, есть не что иное, как очень грубая еврейская секта. Учение, скрывшее от нас учение Христа, есть учение Павла, изложенное в его посланиях и ставшее в основу церковного учения. Учение это не только не есть учение Христа, но есть учение прямо противоположное ему. Христос говорит, что люди не должны ждать наград и наказаний в будущем и должны как работники у хозяина понимать свое назначение – исполнять его. Учение Павла основано на страхе наказаний и на обещаниях наград вознесения на небо. Евангелие говорит, что люди все равны, Павел знает рабов и велит им повиноваться господам. Павел говорит, начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Николай II Столыпин Из-за своего стремления говорить честно и открыто, несмотря на статус собеседника, у Толстого были, мягко говоря, натянутые отношения с российскими властями. Досталось и Николаю II и Петру Столыпину. Начнем со II. В то время против Столыпина выступали не только князья, его также ненавидели фабриканты и заводчики, рыночники и традиционалисты, и вообще много кто, в том числе по причине намеренного разрушения русских общин и переселения крестьян за Урал. Первое покушение на Столыпина было совершено в августе 1906 года. Правда, оно увенчалось неудачей. Ответом правительства стало введение системы военно-полевых судов. Люди быстро окрестили казни через повешение по приговору этих судов Столыпинскими галстуками, а сами виселицы Столыпинскими качелями. Примечательно, что приговор приводился в исполнение в течение одних двух суток и не подлежал обжалованию. Толстой писал обличительные письма и статьи, из которых самый известный и гневный, стало «Не могу молчать». Не менее важно процитировать то, что он писал в отношении российского царя Николая II. «Обращаюсь ко всем вам, начиная от взводящих на лицо и надевающих колпаки и петли на людей-братьев, на женщин, на детей и до вас, двух главных скрытых палачей, своим попустительством участвующих во всех этих преступлениях – Петру Столыпину и Николаю Романову. Опомнитесь, одумайтесь, вспомните кто вы и поймите, что вы делаете. Ведь вы прежде чем быть палачами, премьерами, царями, прежде всего люди и братья людей, нынче выглянули на свет Божий, завтра вас не будет». Толстой был одним из немногих российских графов, который добровольно избавился от своего имущества. Льву Николаевичу было свойственно стремление вести монашеский образ жизни. Он старался быть проще и ближе к народу, одеваться в крестьянскую одежду. В зрелом возрасте писатель не ел мяса и ходил босиком. Толстого выдвигали на получение Нобелевской премии по литературе почти ежегодно. 7 октября 1906 года Лев Николаевич написал письмо своему знакомому финскому писателю и переводчику Арведу Ярнефельду, в котором раз и навсегда отказался от премии. Когда Толстой объявил о намерении отказаться от авторских прав на свои сочинения, созданные после 1881 года, его жена восстала, поскольку отказ от авторских прав означал отказ от гонораров за публикации, которые были немалыми. Однако компромисс с женой был найден, и в итоге авторское право было снято с произведений, созданных после 1891 года. В посмертном издании текстов указывается, что других издателей просят первое время не выпускать дешевые версии, а подождать. Сделано это было для того, чтобы заработать денег, выкупить Ясную Поляну и отдать ее местным крестьянам, что затем и произошло. Опасаясь за душевное здоровье Толстого и во избежание новых необычных поступков, с его стороны Софья Андреевна начинает буквально следить за ним, как за малым ребенком. Толстой это замечает и все больше отдаляется от домашних. Он начинает вести новый тайный дневник, который прячет ото всех. В конце концов Толстой решает, что должен соответствовать идеям своего учения с максимальной полнотой. Ночью 28 октября 1910 года тайно покидает Ясную Поляну. Он хочет уехать в Южные губернии и там начать крестьянскую жизнь. В записке, оставленной на имя Софьи Андреевны, он пишет, что не может дальше вести жизнь, идущую вразрез с его убеждениями, и просит не искать его и не беспокоить. В этом своем последнем путешествии он подхватывает пневмонии и умирает. Похороны проходят без икон, свечей и молитв и священников. Могила писателя не имеет ни креста, ни надгробного камня. Это лишь небольшой холмик на краю оврага в лесу. Теперь вы знаете о Льве Николаевиче немного больше. Делитесь этим выпуском в социальных сетях, пусть еще больше людей узнает крамольную правду об этом русском писателе и мыслителе. До встречи на нашем канале.